Небольшой подмосковный городок Яхрома. Сегодня местность известно своими горнолыжными курортами. Неудивительно, здесь холмы до горизонта и до Москвы недалеко, по прямой, километров 55. Осенью 41-го эти холмы скорее всего стратегические высоты, а близость столицы негативный фактор для отступающих советских войск. Но уже в декабре ситуация изменится. В ходе контрнаступления Яхрома станет первым в городном стране полностью освобожденным от немцев. Отправная точка будущей победы. Участник боев за Яхрома 50-й стрелковой бригады старший политрук Тихомиров ведет фронтовой дневник. Хотя странно, советская власть, мягко говоря, не поощряла ведение дневников на войне, но видимо должность Тихомирова позволяет. 29 ноября 41-го вот уже почти как сутки находимся на передовой линии в непосредственном соприкосновении с врагом. Вчера утром по приказу командующего армии Генкома Кузнецова выступили в боевой поход. Появились раненые из 2-й и 3-й батарей, которые уже вступили в бой под деревней Перемилово, влево от шоссе ведущих Дмитров. Перемилово – самая восточная точка наступления немцев на этом направлении. Тут они появляются не сказать, что неожиданно, скорее всего стремительно. По одной из легенд, мост через канал Москва-Волга, нынешний канал имени Москвы, они захватывают переодевшись красноармейцев, но это скорее всего неправда. По этому мосту движутся пешие колонные танки, где в Перемилово на тот момент им противостоит единственный бронепоезд НКВД номер 73. Вот на кадрах хроники награждение его экипажа. Бронепоезд подъехал на уровень современного памятника, высадил десантную роту и поддерживая ее огнем, она пошла в атаку. К вечеру с подходом советского подкрепления немцам стало ясно, что Перемилова не удержать, и они отходят за канал, яхрами. Это сейчас фраза «все ушли на фронт» – ироничный синоним полного безлюдия, а тогда суровая яхрамская реальность. В городе почти нет защитников. На защиту города встает, кого потом в народе прозовут генерал Мороз. Холод, то есть. Темблея минус 20, температура тогда не поднималась. Немцы с ног до головы обмотались суровьем, который выпускала яхрамская ткацкая фабрика. Они все замерзли, но это и понятно. Уже с 1 декабря, то есть еще до начала официального контрнаступления, советские войска проводят серию контрударов. Но и немцы атакуют. Происходит такое встречное сражение, но все кардинально меняется через 4 дня. На поле, за деревни Перемилова, появляются знаменитые Катюши. И отсюда же переходит наступление 1-я ударная армия. Из дневника старшего политрука Тихомирова. И танки, и пешие скрылись вглубь в верхней части яхрама. Наша пехота заняла левую часть города. Наша артиллерия бьет по домам, где еще были немцы. Они поливают занятую часть поселка из автоматов и пулеметов. Мины летели в нашу сторону. Они разрывались возле меня. И спереди, и сзади, и слева, и справа. Но я не отрывал глаз от бинокля. Любопытство пересилило страх. Во время оккупации боев в подвале Троицкого собора Яхрама укрывается около 600 человек. Еще по одной городской легенде немцы загадочным образом не посмели зайти в подвал. Но это тоже не больше, чем вымысел. По словам очевидцев, немцы несколько раз пытались зайти в подвал. Но здесь были настолько ожесточенные бои, что им было не до этого. Они дали несколько очередей из автоматов и больше в подвал не спускались. В подвале местный хирург Петр Коняров, в честь которого названа улица, на которой сейчас стоит храм, проводит операции раненым солдатам, а также принимает роды. В Яхраму приезжал человек, родившийся в подвале храма в декабре 41-го. Советские войска историческую святыню не жалеют. От прямого попадания купол проваливается вовнутрь и пробивает пол. Стрельба по зданию это не элемент советской борьбы с православием. Оно находится на возвышенности, то есть на господствующей высоте. На колокольне находится огневая точка пулеметчика и снайпера, и она была взята одна из последних. Служители храма до сих пор здесь находят гильзы от пули снарядов, а на самом здании нету места, где бы не было следов от пули или осколков. 3 декабря начались непосредственные атаки на город Яхраму. Советским войскам было трудно, так как это господствующие высоты, а немцы атаковали их танками и пулеметами. К 6 декабря русские войска довольно глубоко продвинулись в клуб Яхрамы, но это было очень сложно. Основные немецкие позиции были на возвышенностях. Историки до сих пор расходятся во мнениях, 8 или все-таки 7 декабря освободили Яхраму. Судя по этой карте уверен второй вариант. В направлении на Клин и Солнечногорск одновременно наступают 4 армии. В танке Яхрама фронт ближе всего к каналу Москва-Волга, но уже за пределами города. Из дневника старший опольт рука Тихомирова. Ночью я стоял в низе окопа и наблюдал окружающее. Прямо передо мной в кромешной тьме виднеется фигура убитого немца, поводль другая. У первого рука поведительным жестом вытянута и сейчас показывает в небо. Когда немец был в вертикальном положении, она по-видимому показывала на Москву. Не удалось гладранцу увидеть Москву. Контрнаступление под Москвой продолжится и в 42-м и отодвинет фронт на сотни километров от столицы. 5 декабря, день его начала, станет днем воинской славы России. И вообще эти боевые действия принято будет считать переломным моментом в войне, не вдаваясь в подробности боев на отдельных участках фронта. Яхромским ветеранам, которых в живых уже почти не осталось, было очень обидно, когда имя город воинской славы дали Дмитрову, а не Яхроме. Да, Дмитров бомбили, немец на окраине где-то был, но имя город воинской славы дали Дмитрову, а не Яхроме. А на Перемиловской высоте, которая стала последним плацдармом немцев в этом направлении, стоит монумент героям битвы под Москвой. Там внизу Яхрома, горнолыжная столица региона и новый мост через канал. Здесь дачники, которые скорее всего не знают, в каком героическом месте они возделывают свои сады. И буквально от заборов их домов, как писал Рождественский, в 41-м началась победоносная дорога в 45-й год. Село Перемилово за год разрослось, но памятник солдатам, погибшим здесь, до сих пор стоит на его окраине. И вот спустя уже 72 года после победы и 76 с начала наступления, здесь до сих пор появляются свежие захоронения. Этот монумент памятник не только героям битвы под Москвой, это память всем русским людям. И не только тем русским, у которых есть паспорт Российской Федерации, а тем русским и украинцам, белорусам и узбекам, болдаванам и грузинам и многим-многим другим, кто с 41-го по 45-й год плечом к плечу прогоняли фашистскую нечисть русской земли. Потому что это русские люди терпели польскую интервенцию во времена смуты. Но где теперь их не интервенция? Это русские люди сожгли Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Но как закончил сам Наполеон? Это русские люди сидели в окопах под Волоколамском, понимая, что нацистов удержать будет невозможно. Но где теперь эти нацисты? Где этот непроклятый Гитлер? На русскую землю приходили все, кому не лень. Англичане, французы, поляки, турки, немцы. Земли хватило всем, по два с половиной метра каждому, под могильной плитой. Мы любим мир, мы строим мир, но воевать мы умеем намного лучше. Так что не лезьте к нам, иначе вы узнаете, за сколько дней мы сможем взять Берлин сегодня. Говорит Москва. От советского информбюро. Наши войска, после упорных оборонительных боев на подступах к столице нашей родины Москве, составе первой ударной армии по командованию генерала-единанста Кузнецова, перешли в наступление и освободили город Яхрову. И продолжают преследовать противника в направлении городов Солнечногорска и Клина.